Добрый день, Владимир Владимирович. Константин Панюшкин, Первый канал. Константин Панюшкин, Первый канал. Накануне стало известно, что главком ВСУ Сырский утвердил размещение на территории Украины французских наемников, инструкторов, можно сказать, военных, как угодно. И теперь это, в общем, официально и, наконец, публично. И более того, Сырский говорит о том, что он надеется, что вслед за французами вот так же официально последуют и другие партнеры киевского режима. Что вы об этом думаете и как вообще далеко все это может зайти? И позвольте еще одно маленькое уточнение в развитии вопроса о легитимности. Из вашего ответа следует, что до того момента, как западные кураторы пока не сменят они Зеленского в Киеве, вам на Украине разговаривать фактически не с кем. Но я хотел спросить еще, Александр Лукашенко предлагал вам в качестве собеседников военных украинских. Кого? Военных. Военных? Как же военных? Ну, к сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы давно бы завершили этот конфликт. Причем к взаимному удовлетворению. Мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев Европе или из-за океана. Что касается того, что на Украине могут быть или есть наемники, да мы об этом знаем хорошо. Здесь ничего нового нет. Потому что военные сейчас на Украине говорят о том, что они могут появиться. Конечно, там давно находятся. Мы слышим, в эфире слышим то английскую речь, то французскую, польскую. Мы знаем, что они там есть. И эти, так называемые, наемники, да. Но под видом наемников там специалисты находятся. Вот был вопрос по высокоточному оружию большой дальности. А кто там этим оружием управит? Кто его обслуживает? Ну, конечно, вот эти самые инструкторы под видом наемников. Вот и все. Они есть и несут потери. Может быть, такое заявление связано с тем, чтобы им все труднее, видимо, и труднее скрывать эти потери. Значит, поэтому, может быть, настало время показать, что там официально присутствует, чтобы и потери эти показывать реально, легально. Не знаю, может быть. Что касается различных контингентов, то я уже об этом говорил. Кто там, польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты. Мы слышим, в польскую речь там много наемников из Польши. Если, там, скажем, зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут. Поляки никогда. Это очевидная вещь. Для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь. Но вряд ли. Вряд ли. Поэтому вот под видом освободить какие-то подразделения Украины, стоящие вдоль границы, высвободить их для того, чтобы отправить на поле боя, держать вдоль границ для обеспечения их безопасности. Чушь и дурь. Вот и все. А если они там находятся, то они также будут в зоне поражения наших вооруженных сил находиться. Я не думаю, что это хорошее, правильное решение и хороший выход. Это нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужно. Вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. И вот это они должны знать точно.